Как ты чувствуешь, что игра совсем поменялась? Может, там судья, например, наш проглотили, может, с виски, как бы, труднее до ворот ходить. Просто игра намного тяжелее в плей-офф, ну, смотря, как другая, как в сезоне. Ну, да, конечно, поменялось, и понятно, что меньше утолений там и все такое. Я не люблю что-то про судей говорить, у них своя работа, у нас, как бы, своя работа. Играть в хоккей, нам на это внимание не надо обращать стараться. Так, конечно, да, хоккей немного поменялся, но все равно. У тебя семья смотрела в живую хоть какие-нибудь игры в этом году? Ну, как бы, в прямой эфир. А не каждая игру сможет. Да, они смотрели каждый игрок в гамме, живая. Я прощаюсь, но, как бы, они были в этом году, или они еще не были в этом году? Скажите это еще? Просто, you know, они смотрели, как, живая в этом году или на телевизоре? Он спрашивает только по телевизору, правильно, не в арене. Ну, конечно. Да, Майк, только по телевизору, но не по-настоящему в стадии. Я понял. И, наконец, как много релива было, чтобы выиграть на сегодняшний день, и ты думаешь, что это может быть уверенность, чтобы выиграть на все остальные серии? Как ты чувствуешь, что, наконец, пробился и завел гол? Как бы, долго, наверное, об этом ожидал, и как бы это тебе дало? Счастование, что, как бы, еще голы пойдут? Да, на самом деле, в этом плане всегда помогает, и когда у тебя не получается забить и помочь команде, и когда проигрываешь, ты еще больше себя грузишь этим, но это, конечно, я думаю, каждому придает больше уверенности и голы. Счастование, что выиграть на сегодняшний день? Ты был, как бы, ну, тебе трудно было, что ты не мог забить до этого? Я думаю, всегда трудно, когда не может забивать, и когда еще команда, я говорю, проигрывает, это намного сложнее ты себя, и на льду хуже чувствуешь, и в ней, да, хуже чувствуешь. Я думаю, понятное дело, когда у твоей команды все хорошо, и у тебя получается, ты намного себя проще, уверенней, и игра лучше получается. Я думаю, что, естественно. Как бы ты оценил свою игру? Честно, я сейчас не любитель такого вот говорить, что там, ну, там, вплоть, там, что-то, ну, конечно, намного лучше играть, и во всех компонентах добавлять, наверное, так сказать. Но сейчас я думаю, на меня зацикливаться, сейчас вот есть сегодняшняя игра, выходить на нее и стараться показывать максимум, который есть. Да, ну, вообще, не нравится, но я Paris, верно, я не думаю, что это не так, или судя на них, чтобы делать. Вы знаете, я, естественно, это нужно все дела лучше на каждой части, но, вы знаете, сегодня я вообще не фокусировал на мою эволюцию, я просто фокусировал на сегодняшний игр и как я который я буду проработать для меня наиболизацию. Мы видели, как ты забываешь. попадаешь между игроками и вратарями блок-счет и понимаешь все в силу играешь силовую игру это очень для себя важно что ты не просто забегаешь голы я что ты во всех как бы части игры как бы хорошо играешь ну я думаю это в принципе должна вся команда делать и неважно там какой-то отдельный игрок от не будет делать я считаю что это неправильно будет и по отношению к себе и там команде должен помогать команде каждый игрок должен делать микро 100 i think that comes down to every single player having to do that i think that every single player needs to have a you know 100-foot game on every single defensive aspect and offensive aspect i think that's a responsibility of every player on the team and lastly just are you are you still learning what it takes to you know win in the nhl and have success as a player here even though you've been here for a while now is that still a learning process for you ты еще учишься например как выигрывать в нхл как правильно играть в этой лиге а это все для себя как бы еще ты обучаешься как ты вот играешь игры в нхл да конечно тем более сейчас первый плей-офф и в принципе у меня первый сезон первый плей-офф и хорошая такая серия но эгрессивная все равно я не припомню чтобы мне там чтобы там в россии ну настолько там может быть эмоционально плане там были но все равно как бы отличается все равно игра и это все равно что-то по-новому есть много много новых вещей ты этому учишься все равно of course you know always learning especially in a series like this it's you know you know kind of back and forth a tough series it's all new you know every single game this game in нхл is very different than the game in russia so always learning always trying to continue to develop and and take everything in as a learning experience thank you carell thank you go ahead kevin uh corell just how important is it for you guys to give your fans a reason to cheer early in this game it felt like in game four they were just looking for a reason to get involved and they can really at some points help you push through tonight how important of you guys to они могли хотя бы вас поддержать как важно в этой игре быстрее начать игру я хочу тоже сказать что конечно мы тоже от них ждем сразу в группу вошли они мы наверное так будет лучше они что кто-то ждал там что начало другие начинали мне кажется сразу лучше обоим войти в игру и да всегда мне кажется когда особенно дома играешь важно поскорее первым забить и это намного проще упрощает игру и тем более да тем более когда дома i would say first off you know if we could get support from the fans right off the bat so they're not waiting i think it would definitely help our game um and help you know encourage us out on the ice but i think that also comes down to us as well i think anytime you're playing a home game it's really important to get off to a hot start uh it helps things flow throughout the game and kind of you know it releases the grip on the stick you're you're not as tight as you would be on a 0-0 game knowing that your kind of backs against the wall but yeah very important to get a hot start and and cruel before last game dean everson talked about getting the lines back to something that was more familiar and all year long when you've been with rask and zuccarello you guys have had great chemistry why do you think you three have played so well together тренер говорил что до этого нужно как-то вернуться к линиям которые срабатывали до этого и он спрашивает как вы какой у вас у вас очень хорошая chemistry with zuccarello и raska вот из-за чего это почему вы так хорошо вместе играете в принципе мы в сезоне много кто с кем играл с друг другом и забивали голы как-то стараешься ну на это сильнее не зацикливаться на этом просто но если мы большую часть сезона играли естественно мы же должны как-то нас забивать там больше больше голов вместе потому что мы почти весь сезон вместе отыграли а так у нас я думаю многие смогут друг другом сыграть так сказать i think that a lot of the different players throughout the season have played with each other you know there's been a lot of mixing and matching of the lines you know but just given the fact that we have had a long tenure um together we've played a lot we've built up that chemistry over time i think it's inevitable that we're going to start scoring and start playing at a very high level just given that chemistry that we've had it built up throughout the season thanks girl and good luck tonight thank you go ahead dain hey girl um you mentioned the physical play of the playoffs how have you not gotten frustrated with how physical vegas has been with you you know maybe some cross checks to the back some extra plays after the whistle how have you been able to stay within yourself um when they're trying to get you off of your game эта серия намного физически и тем более на как бы на тебя игроки очень много физически с тобой стараются играть там может после свистка тебе в спину дадут клюшечкой как ты это все как бы ну стараешься не агидовать на это играть в своей игре no no it's hockey simple answer that that's hockey that's part of the game you just gotta kind of play you know play through it a curl you got to play in front of you know a full house in vegas what was it like to the like a full arena um with fans because i know this year has been so different with with empty arenas как у тебя чувства и были эмоции нас то что ты наконец сыграл эллска игру в арене где полные были фанаты как ты вот это как какие чувства у тебя были отлично конечно я говорю ну атмосфера намного ощущается и вот про то что был вопрос там учишься ты чему-то не учишься все равно вот например там играли полная арена все равно болельщики себя по-другому ведут как бы игра начинается по-другому сразу включаться больше там силовых больше агрессивных такой игры и да прекрасно когда много болельщиков в стадионе намного лучше играть и игрокам легче и фанатам интереснее да great feeling amazing feeling you know playing in front of a full house is special um get back to the question when you asked uh you know what am i learning am i always learning from this game playing in front of the fans is a completely different experience you're you know you have a hotter star it's more physical it's more intense and it's overall better for the players and the fans and last one for me i know it's a team game but do you feel pressure upon yourself to be the guy that scores these big goals or puts up you know goals and assists like do you feel that pressure right now um even though it's early in your career я понимаю конечно что это командный командная игра но как ты чувствуешь что как бы ты себе чувствуешь соответственно что ты должен забить и ты должен что-нибудь сделать на себе понимая то что ты как бы новичок и как бы довольно таки новой игре игрок в этой команде ну да понятно что у меня на первом месте главное чтобы мы выиграли там любым способом там хоть кто забьет но так конечно когда игры проигрываются то конечно думаешь ну думаю что о себе что ты не сделал там в этом плане конечно yeah yeah i would definitely say you know there's a little bit of that but you know first and foremost it's the team win um however it comes whether i score someone else scores that's the first and most important thing but obviously when you don't win the game you always you know question yourself did i do everything i could you know should i have scored should i have done this should i have done that so yeah there's definitely a little bit of that but you got to push through it thank you carol hi carol uh kind of going off that question earlier uh with the weather starting to get a little better now shops and stores are starting to open a little more are you starting to sense a little bit more normalcy in your life away from the rink as well из того что сейчас погода чуть-чуть потеплее и вот с ковидом по чуть-чуть как бы ну вещи открываются магазины открываются рестораны ты чувствуешь более нормально себя теперь как бы в жизни от хоккея ото льда как бы в домашнем сфере чувствуешь более так не то что ты в отеле или как бы в доме каждый сидишь и больше никуда выходишь ты чувствуешь себя более открытый как бы в жизни или так же у нас в принципе все так же идет у нас через день игры разъезды дома игры ничего в принципе кажется у нас игроков не меняется особо так ничего нормально and unfortunately with our schedule you know in all the games it's really hard to get out so not much has changed for the players but overall yeah i could sense that things are slowly opening up and unfortunately i'm not able to experience it as much as others and then finally for me uh just this season as a whole you know has has your first year in the nhl then you know what you thought it'd be has it been easier has it been tougher just uh you know as you kind of look at the whole thing here just what are your what are your thoughts on it so far сезон в этом году в полном плане как ты чувствуешь что ты отыграл я знаю что он еще не конечно не закончился но как ты чувствуешь сезон прошел легче было или труднее чем ты думал ну в каком-то плане труднее в каком-то полегче конечно можно было намного лучше отыграть во многих я принципе мне кажется никогда особо собой как-то довольным не остаешься потому что всегда можно улучшать игру и результаты так что есть намного куда лучше стремиться some things that you know were definitely easier than i thought some things were definitely more difficult overall you know you're never left satisfied you always want to do better you always want to have a better performance so overall i think at the end of the day there's definitely a lot of improvement and things to look forward to 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 improve and to get better at украины устроен яснил